здравствуйте дорогие друзья рады что вы сейчас со мной смотрите это видео сегодня мне хотелось бы показать вам поделиться с вами тем как я готовлю морс из облепихи для этого я беру у меня мороженое облепиха здесь 250 миллиграмм вот такая же чашка как с водой наполнены одну чашку две чашки воды кипяченый уже остывший 250 250 500 миллиграммов и мне еще потребуется 2 столовые ложки меда но мед самом конце что я делаю я конечно не кипячу не нагреваю все без тепловой обработки я в эту мисочку высыпаю нужное количество вот чашка свежего не свежий мороженый мороженое облепихи кто-то и свежие делает и добавляю немного воды для лучшего взбивания этот морс очень полезный и вкусный сейчас я буду взбивать но этот процесс останется за кадром вот такая масса у меня получилась очень густая с кожурой с косточками добавляю я всю остальную воду размешиваю накрываю и даю отстояние настояться настояться еще целый час чтобы вода выбрала все нужные витамины изоблепихи прошел час я продолжаю начатую работу ой сколько косточек вон видно прямо сейчас я процежу кто через бинт процеживает процеживает кто через марлю кто через что я через мелко ячеистый вот такой вот дуршлаг так дуршлаг задержал ненужную кожицу и косточки но кто-то из этого из этих остатков варит компот я вот так немножко еще подавлю чтоб нужно ушло куда нужно так они нужно сейчас уберу воде компот я не буду варить это все выброшу кто больших количествах делает конечно смысла есть вот так вот так и вот что у меня получилось посмотрите прелесть в эту прелесть с чистейшую я добавляю 2 столовые ложки меда у меня разнотравья мед так 1 какой вкусный напиток получается я уже несколько раз делала а тем более сейчас во время болезни обострения обязательно вот 2 столовые ложки вот так я размешаю хорошо хорошо чтобы мед разошелся ну кто-то сахар добавляет кто-то сироп из варенья я видел несколько видео кто-то из клубничного варенья добавляет ну если уж иммунитет и коммунитета лучше конечно получать от меда вот что у меня получилось вот такой очень ценный напиток пахнет апельсином конечно это запах облепихи ясное дело так это отставляем мед мы потом уберем и сейчас я налью в прозрачный стаканчик чтобы было видно что это за такой красивый напиток вот вот какая красота вот эту часть я выпью конечно после съемок сразу а вторую часть я накрою и выпью чуть попозже некоторые пишут что можно и через три дня но зачем вполне достаточно 500 миллилитров за день можно выпить вот какой красивый и очень вкусный полезный напиток для иммунитета придаст мне бодрости силы очень интересно его было делать очень просто и легко очень быстро конечно вторая часть перед ее употреблением нужно сбалтывать потому что имеет тенденцию к расслоению и если этого видео понравилось пожалуйста поставьте лайк поделитесь с друзьями а еще пожалуйста отгадайте мою легкую загадку измельчит он все на свете звук жужжащий издает и супец беззубым детям как пюрешку выдает что это такое свои ответы пожалуйста напишите в комментариях после просмотра это видео а я с вами прощаюсь и желаю вам очень очень крепкого здоровья и отличнейшего настроения